Всем привет на канале Палшелимар. В этом видео я решила снять обзор на свои работы за последнее время. Накопилась где-то такая вот стопочка, но она кажется большой, но тут многие работы на картоне, поэтому не так много на самом деле рисунков. И у меня тут было и карандашами, и чем-то еще. Может быть, что-то из этого я уже показывала в своих видео. Вот, может быть, повторюсь, но просто хочу отснять их и уже убрать в шкаф, вот, как уже и начать рисовать новые и собирать. Вот это вот карандашные такие вот наброски, ну просто природные всякие пейзажные летом на одном из, короче, какая-то есть онлайн-школа там рисования, в общем, там был марафон такой летний бесплатный по карандашам. Вот это я там. Это Каза Санкт-Обера. Санкт-Обера на самом деле больше работ. Вот такая вот еще, но большинство из них где-то я уже найти не могу, а и в целом большей части они неудачные. Вот набросочки всякие разные, вот это. Возле дома у меня такой вид был. Тут пробовала разные деревья рисовать. У меня на тот момент было всего несколько карандашей, один вот зеленый цвет, и чтоб темно-зеленый я взяла даже маркером добавила, потому что зеленый был только один-единственный, вот такой светлый. Вот эти работы я показывала в видео про обзор гуаши Артикс. Это вот как раз этой гуаши нарисованные. Такие вот лошадки. Это все на картонках, остатках от альбомов для рисования. Тоже вот такая неудачная тыква гуашью. Я обычно показываю и снимаю обзор на все работы, что есть у меня из последних, и на эскизы, и на какие-то законченные работы, и на удачные и неудачные. Это тоже не очень удачная, такая довольно бездумно нарисованная. Так же, как и вот этот пейзаж. Вот этот рисунок. Может быть, он и не очень, но он мне почему-то нравится. Это такой вот золотарник. Рисовала его с натуры. Это вот эскизик для картины с лемуром. Потом в дальнейшем она будет уже такая нарисованная темперой на картоне. Тут я делала эскизы. Меня попросили сделать, слепить белочек. Эти вот разные для посуды. Разные делала эскизики. Эскизы лемура. Тоже для картины. Тоже она уже у меня есть нарисованная. Здесь лемур на лошади. Я снимала эти эскизы, когда я делала двумя разными гуашами. Это вот, по-моему, гуаш дорогая слева, а справа дешевая. Вот. Или наоборот. Я уже не помню, если честно. И это я еще планирую нарисовать на большом холсте. Вот эту картину с лемуром. Но пока еще не нарисовала тут всякие выкраски гуашей. Это я рисовала акварельные птички-стрижи по работе. Мне надо было сделать иллюстрации для книги. Вот. Дорабатывала. Такая вот. Это я уже не помню. Просто от балды какую-то фигню тут. Дальше тоже стрижи в разных-разных позах. Это все для работы. Тоже делала для книги такой домик ирландский какой-то типичный. Тоже опять стриж и опять стрижи. И еще одни стрижи. Это два иллюстрации. Ну, иллюстрацию я рисовала сама, но просто потом распечатывала и раскрашивала как раз краску. Тоже для теста красок. Это было сравнение, да, тоже дорогой гуаши Royal Talents и мастер-классы, по-моему. Тут всякие разные пастельные рисунки. Я их показывала в своих видео, где я делала обзор на пастель. Это вот пастель масляная сенелье. Это, по-моему, тоже масляная пастель сенелье. Такой вот не очень удачный групповой портрет. Это работа гуашь и пастель. Вот тут вот меня раскритиковал один мой друг из чата рисовального, что здесь у Казы какая-то тупая тень вообще непонятная. Вот. Ну, в целом мне этот рисунок нравится. Он такой жизнерадостный получился. Это тоже масляная пастель. Это просто сфотки. Какой-то рисунок я его делала для теста масляных пастелей. Это вот один из первых рисунков масляной пастелью сенелье. Самый неудачный. Это вообще показывать стыдно, но показываю. Вот. Это китайская масляная пастель Пол Рубенс. Тоже первая самая неудачная проба. Это огурчики на голубом фоне. Я хочу сделать такую картину. Ну, там немножко она будет по-другому, но я пробовала просто, как эти цвета сочетаются между собой. Тут тоже была проба масляной пастели Пол Рубенс. Это тоже масляная пастель. Так, это старая какая-то затесалась тут. Это тоже масляная пастель. Такие кудрявые свиньи. Ну, тут непонятно, что они кудрявые. Здесь это я тоже снимала видео на тюрморт масляной пастелью. Вот такой получился. Здесь гуашь плюс пастель. Просто тоже такой этюдик. Такая вот ворона. Тоже гуашь плюс масляная пастель. Это масляная пастель Ван Гог. Не очень удачная. А вот эта работа мне, наоборот, нравится. И мне кажется, здесь очень красиво сочетается вот этот вот голубой. И он такой переходит вроде в пасмурность. Не знаю, почему-то мне она нравится. И прикольно получились вот эти вот пальмы. Такие вот у них веточки какие-то такие необычные. Но потом я пыталась повторить эту работу в гуаше, и у меня уже так не получилось. Тоже не очень удачный пейзажик с фотки масляной пастелью. И здесь я пробовала по курсу масляной пастели, там с фотографией, с референса нарисовать такую избу. Но, если честно, мне тоже эта работа не нравится. Вообще не очень получилось. Это тоже было по референсу с курса по масляной пастели. Ну, такое себе. Это тоже, если честно, этот курс, который я проходила, я уже не помню, как он назывался. То ли художник онлайн, то ли вот не помню. А, какой-то энтер-класс. Вот, энтер-класс. Да, короче, курс по масляной пастели. Но мне он вообще не понравился. Там референсы какие-то были. Такие, не знаю. Ну, в общем, мне не понравилось. Вот это тоже работа по этому курсу. Мне и как бы рисование не особо. И референсы я бы сама по таким не рисовала бы. Это тоже со своей фотографией, когда я путешествовала по Венеции. Вот это один из видов там, на один из островов. Но пасмурной была погода. Но как-то я сделала это как детскую раскраску. Этот рисунок. Ну, так же, как и вот этот. Да, тоже такой итальянский пейзаж. Но вот так получилось. Это один знакомый из чата прислал свою фотку. И я его нарисовала. Ну, мне кажется, прикольная такая декоративная работа. Почему бы и нет. Это вот тоже по курсу. Вот это вот по масляной пастели. Тоже такая не особо удачная работа. Это тоже масляная пастель. Такая козочка. По горе спускается горный козлик. Ну, даже не знаю. Она мне и нравится, и не нравится. Одновременно мне нравятся цвета. Но как-то по тональному... Ну, тонально она как-то не очень. То есть вот это небо можно было бы сделать посветлее. И тогда, может, она была бы по-другому выглядела. Даже, я не знаю, может быть... Нет, исправлять я ее уже не буду. Этот козлик. Тоже такой себе. Не очень удачный. Ну вот. Еще одна работа с курса по масляной пастели. И это единственное, что мне понравилось, когда там объясняли технику пуантилизма и вот такими вот мазочками-мазочками. И это было прикольно. То есть оптическое смешение цветов. Вот пуантилизм. Ну, сама работа не очень получилась, но в целом это был прикольный опыт. Вот. Это единственный урок, который мне понравился из этого курса. Вот это тоже какая-то непонятная работа. Тоже неудачное такое дерево. Потому что большинство работ на масляной пастели какие-то все неудачные. Ну, потому что... Потому что... Потому что просто бездумно хватало цвета, не разбирало по тонам. У меня эта проблема вообще как бы не только в масляной пастели, а в большинстве работ, что тонально я как-то не разбираю от болты и что-то делаю. Вот такой вот. Вот. А это самая первая проба масляной пастели. Первая в моей жизни. Вот пастель Пентел. Такая дешевенькая. Это самое первое видео на моем канале про масляную пастель. Вот это картина маленького формата темперы. Я сделала на такой... Ну, обычный холст на картоне. Сонет. Вот. Такая вот. Ну, мне, если честно, нравится эта работа. Я бы хотела даже, может быть, что-то похожее повторить на большом формате. Это такие, я назвала ее, яблоки познания. Такие вот червивые. Это одна из работ темперы. Тут я пробовала восковые краски делать на основе пигментов. Это видео у меня есть на канале, как я делала вот это. Вот это вот работа. И здесь я делала уже краски на основе масляных красок. Восковые тоже. Это энкаустика. А, вот это не темпера, а энкаустика. Энкаустика. Вот. Вот тоже энкаустика. И это видео я сняла, и оно будет... Следующее выйдет на моем канале. Мне его просто надо смонтировать. Вот это моя самая первая работа по энкаустике. Вот. Самая первая моя проба и попытка. Вот этот лемур, эскиз которого я показывала. Вот такая вот картина получилась. Вот как-то отдалить, отдалить. В общем, такой вот лемур. Полный рост не показывается. Ее выставила на продажу. Ну, формат тут все равно такой маленький. А это вот желтенький лемур. Тоже вот эскиз, который был один из там в начале. Вот этот. Вот эскиз. Вот что получилось. Но мне кажется, на эскизе даже посмешнее, что ли. Ну, не знаю. И такой вот лемур с вином. Лемур с вином. Это побольше формат. Как-то это надо... Вот такой вот лемурчик. Это я нарисовала и маме, наверное, подарю. Ей очень нравятся мои лемуры. Она попросила меня ей картину сделать. Я думаю, что вот эту надо найти. Просто рамочку какую-нибудь. Это темпера на картоне. Вот, нарисована темперой. И вот последний рисунок. Потому что я... В общем, задание было сделать формальную композицию на сочетание пятен. То есть вот тут должно быть... Ну, как-то эти предметы должны быть взаимосвязаны. Пробка лежит отдельно. Поэтому, как бы, все. До свидания. То есть она уже... Эта композиция не сработала. То есть... И... Ну, это уже неформальная композиция. Уже что-то другое. Ну, и плюс... Как-то я так... Это все сделала. Чисто лишь бы нарисовать. Тоже довольно бездумно. И... Да. Ну, получилось, в общем, неудачно. И взяла еще большой формат 40 на 50. Хотя можно было бы сделать на маленьком. Ну, то есть такую маленькую учебную работу. Как-то так. Вот, в общем-то, и все мои рисунки за последний период. Но здесь еще есть некоторые. Такие вот тоже неудачные. Я их сложила на окне. Тестирую краски на светостойкость. И пастель тоже. Не знаю, сколько они здесь будут лежать. Они меня уже подбешивают. И хочется это все убрать. Вот тут золотарник стоит. Из этого... Из натюрморта. В общем, всем пока. Надеюсь, это видео было хоть в чем-то для вас интересным. Субтитры сделал DimaTorzok